Добро пожаловать! Проходите! Итак, мы находимся в нашей маленькой, но очень функциональной и уютной квартире площадью 31 квадратный метр. Изначально это была однокомнатная квартира, но мы сделали небольшую перепланировку и у нас получилась евро-однушка. Это позволяет повысить привлекательность, если мы рассматриваем квартиру с точки зрения инвестиций, а также если смотреть с житейской точки зрения, однокомнатная квартира проигрывает по сравнению с евро-однушкой. Чем необычна эта квартира? Заказчика мы видели ровно два раза. Первый раз это когда был голый бетон и он нас позвал на объект для того, чтобы мы приняли квартиру от застройщика. Это была наша первая встреча, на которой мы подписали договор на оказание услуг по разработке дизайна проекта, ремонта и комплектации объекта всеми частовыми материалами, включая мебель. И вторая встреча у нас была уже на финале, когда вся квартира была готова, в том числе и мы привезли посуду, оставили мягкую мебель, то есть в том виде, в котором вы сейчас можете увидеть на экране. С чего мы начали данный проект? Естественно, с разработки дизайн-проекта. Да, можно делать проекты и без дизайн-проекта, но проблема этой квартиры в том, что она очень маленькая, 31 квадратный метр. И как обычно, мы все хотим выжить максимум из нашей планировки, потому что стоимость квадратного метра велика, поэтому нужно каждый сантиметр использовать по назначению. И здесь мы решили все задачи, которые поставил перед нами заказчик. Что самое главное в дизайн-проекте? Естественно, это планировка. Относительно этого проекта мы сделали 4 варианта, которые предоставили нашему заказчику, и он выбрал самый оптимальный, который подходит конкретно под его объект. Фишка этой квартиры и нашего дизайн-проекта заключается в том, что мы увеличили пространство кухни-гостиной за счет не жилого помещения, а именно коридора. Вот наш дизайн-проект. Как я говорил ранее, мы делаем 3-4 варианта планировки, чтобы клиент выбрал именно то, что ему подходит. Также здесь есть планы по электрике и сантехнике. То есть это полное руководство к действию для строителей. Также есть раскладка плитки. И в чем еще важный момент? Когда мы штукатурим стены, мы делаем перезамеры и вносим корректировки в дизайн-проект, для того, чтобы вся раскладка плитки билась. Потому что часто бывает так, что после того, как возвели стены, размеры плывут и плывет весь ваш дизайн-проект. То есть эту проблему мы решаем для каждого дизайн-проекта. Также в проекте есть спецификация по чистовым материалам, для того, чтобы можно было посчитать ваш бюджет на ваш проект. В чем фишка нашего дизайн-проекта? Заключается она в том, что мы и проектировщики, разрабатываем сами дизайн-проект, и у нас своя команда, которая занимается отделкой. То есть мы и строители. То есть у нас процессы проектирования и реализации, они запараллелены. И поэтому наш заказчик, выигрыши по срокам. Срок реализации этого проекта у нас занял всего лишь 4 месяца. То есть благодаря такой слаженной работе и параллельным процессом мы выиграли по срокам для нашего заказчика целый месяц. Пару слов про стройку. Квартира маленькая, количество перегородок сведено к минимуму. Существует соблазн сделать стены из гипсокартона, но не надо так делать. Это все-таки квартира, а не офис. Поэтому черновая составляющая по классике, как мы любим. Это газобетон, механизированная штукатурка, полусухая стяжка, электрика по потолку, сантехника у нас рехау, замена отопления от застройщика и так далее. Вы можете посмотреть, как мы делаем инженерный ремонт на нашем канале. Ссылочки на данные ролики будут в описании. Теперь про чистовой ремонт. На полу у нас кварцвинил, французская елка, стены под покраску, двери скрытого монтажа, крупноформатный керамогранит и натяжной потолок. Сейчас расскажу про недорогие идеи, которые мы здесь применили, и вы можете взять их себе на вооружение. Смонтировать классические радиаторы в этой квартире невозможно, так как у нас панорамные окна, у нас место классических приборов отопления, внутрипольные конвектора. От застройщика конвектора мы демонтировали и установили новые. Причина, вы сами знаете почему. В проекте используются двери скрытого монтажа, и под них идут плентуса, которые встраиваются, то есть скрытые плентуса. Они сами по себе дорогие, как материал, и производство работ тоже довольно-таки дорогостоящее. И здесь мы применили бюджетное решение. Вот такой интересный плинтус. Если будет интересно, пишите в комментариях, скинем ссылочку на эти плентуса. Вы могли заметить, что у нас натяжной потолок по всей квартире, и по периметру, возможно, у вас сложилось впечатление, что у нас теневой профиль. На самом деле это не так. По периметру у нас классический штапик для натяжного потолка только выбран черный цвет, чтобы сымитировать теневой профиль. Это решение намного бюджетнее, чем если бы мы покупали теневой профиль и монтировали по всей квартире. Квартира небольшая, но при этом в каждом помещении, то есть это ванная комната, спальня, кухня-гостиная, коридор, мы использовали светодиодную ленту. И вот вы можете посмотреть на светодиодную зону по периметру этого короба, который мы обложили керамогранитом, мы расположили светодиодную ленту, и это все придает изюминки данному интерьеру. В ванной комнате мы использовали необычные решения. Это специальный профиль, который монтируется на натяжной потолок. Это рельса, по которой будет ездить душевая шторка. В коридоре у нас висит умопомрачительная картина, и особенно она тем, что скрывает два электрических щита, слаботочный и силовой. А на противоположной стороне у нас зеркало в полный рост от самого пола до самого потолка. Можно увидеть себя полностью перед тем, как вы выйдете из своей квартиры. Откосы входной двери мы покрасили в темный цвет для того, чтобы придать акцент этому элементу. Кухня в этой квартире это отдельное произведение искусства. Места очень мало, поэтому мы использовали каждый свободный сантиметр. И сейчас пройдемся по каждому элементу. Фасады уходят в потолок, встроенный холодильник, посудомоечная машина. Столешница у нас уходит под фартук без всяких плинтусов и доборов. И этот шов герметизируется при помощи специального герметика. Не забываем про подсветку рабочей зоны. Смеситель добавляет изюминки кухни. У него гибкая лейка и вы можете направлять струю воды в нужное вам направление. Борьба была за каждый сантиметр, поэтому духовой шкаф 45 сантиметров, варочная панель на три поста такой же ширины, отдельно висящая вытяжка с подсветкой и угольным фильтром. Контраст этой кухни придают такие элементы, как черный цоколь, черная боковая панель, черная раковина, черный смеситель и черная вытяжка. Давайте пройдем в комнату и поговорим про комплектацию объектов чистовыми материалами. Это отдельная история, которая стоит особняком. Да, у вас есть дизайн-проект, у вас есть бригада или компания, которая делает дизайн и ремонт, и потом ваш объект нужно снабжать чистовыми материалами. То есть мы приняли на себя решение, что все объекты, которые мы ведем, мы предлагаем нашим клиентам услуги по комплектации. И все чистовые материалы, включая корпусную мебель, включая мягкую мебель, мы поставляли на этот объект. Как я говорил ранее, в нашем дизайн-проекте есть спецификация со всеми чистовыми материалами, которые используются по вашему проекту, включая матрасы, подушки, диваны, стулья и так далее. То есть все материалы, которые будут применены на вашем объекте, есть в списке, понятен производитель и какую модель необходимо купить. То есть мы делаем интерьеры максимально законченными, чтобы осталось только привезти личные вещи, то есть вы можете прямо ехать с аэропорта, из такси выйти, с вещами и начать жить в своей квартире. У всех на слуху Москва-Сити. Она знаменательна тем, что высокие этажи, отличный вид на Москву. И мы сейчас находимся, конечно, не в Москва-Сити, в ЖК Волтон Тауэрс, но вид не менее шикарен. Мы находимся с вами на 27 этаже и перед нашими глазами вся Москва. И это тоже фишка данной квартиры. Друзья, очень ценно ваше мнение по поводу данного проекта. Напишите, пожалуйста, в комментариях, я на каждый отвечу. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok